Вот так сейчас выглядит Сухана. Изредка на реке проплывают одинокие льдины, а ведь еще несколько дней назад ситуация на реках развивалась более чем стремительно. 13 апреля начались подвижки льда на реках Северная Двина, Сухана и Юг. В два часа дня в Великом Устьюге начался ледоход, но через 40 минут остановился в Устьевом участке рек Сухана и Юг. Было понятно, из-за чего встало. Большое ледовое поле затормозилось по берегам, потому что там есть песчаные намывы. После поднятия уровня воды начался повторный ледоход. Ледоход в этом году шел медленно с остановками при уровнях воды в 450-550 сантиметров. Вода накапливалась и движение льда возобновлялось. В районе Красавина большая льдина встала поперек русла. Спасатели понимали, что промедление может привести к печальным последствиям. Именно поэтому было принято решение провести взрывные работы. Было проведено 10 подрывов. Мы нашли очень хорошую трещину, которая как раз шла вперед по руслу, по фарбатору. Было видно, что очень хорошо заряды сработали подо льдом. Трещина начала образовываться. Но для стопроцентной уверенности было принято решение сделать еще один вылез с таким же количеством вылез. С помощью подрывов спасателям удалось разрушить тело огромной льдины. Угроза подтопления населенных пунктов миновала. Я хочу выразить благодарности как и спасательной службе Вологодской области, как и МЧС России, Главного управления МЧС России по Вологодской области за их слаженную работу, за то, что они действительно оперативно работали, принимали решения, что связано с госпитализацией на вертолете МЧС России. И, конечно, по всем другим вопросам, которые возникали, мы оперативно принимали решения и выполняли задачи, которые поставили перед нами руководство. Все эти дни подвижки фиксировались и на реке Юг, но полноценного ледохода там нет до сих пор. Пойдет Юг или ледовое поле растает, сейчас это уже не сыграет существенной роли. Где-то лед держит и он просто разрушается самостоятельно. И даже если выход Юга и сейчас произойдет, он ничего плохого нам уже не сделает. То есть Юг в этом году, как истинный джентльмен, пропустил даму вперед. Несмотря на то, что ледоход ушел за пределы Великого Устюского района, работы у гидрологов меньше не стало. Специалисты отслеживают многие параметры рек, в том числе и уровни воды. В районе Великого Устюга он сейчас на отметке около 4 метров. В связи с похолоданием роста уровней стоит ожидать лишь к выходным, говорят гидрологи. Когда мы ожидаем потепления, это уже где-то, наверное, к концу недели, то уровни будут расти вновь до прогнозируемых отметок. То есть прогнозируемые отметки у нас были около 5 метров в районе Великого Устюга. В принципе, это связано в первую очередь с тем, что начнется активное снеготаяние, сход снега с полей, с лугов, с лесов. Поэтому мы ожидаем еще по чистой воде рост уровней, прирост уровней, то есть порядка двух метров точно, наверное. Плюс ко всему навалы льда, которые вы видите, и снега на берегах реки Сухон, даже в районе Устюга еще тоже дадут прибавку. Но все же угрозы подтопления населенных пунктов нет. Мобильный городок жизнеобеспечения сегодня утром был свернут, но личный состав группировки МЧС остается в Великом Устюге. Силами спасателей из-за речной стороны были эвакуированы двое граждан. Роженица и местный житель, у которого произошел инфаркт, для эвакуации использовался вертолет. Который садился на стадионе поселка Кузино. Туда подвозили кареты скорой помощи пострадавших. Соответственно, здесь в аэропорту уже встречали и госпитализировали. Паводок в Великом Устюге в этом году прошел спокойно. Самое главное, что удалось избежать подтопления деревень и поселков. Андрей Жилин, Максим Колосов, Антон Карев. Новости провинции.